Приветствую вас! Хороший вы задали вопрос, такой прям, от души, я бы сказал, вот, есть где развернуться нашим коллегам, вот, есть где высказать разные мнения, вот, на самом деле мне очень жаль, что вы аноним решили именно так начать с нами общаться, а не выбрать себе психолога личного и не работать с ним приватно, конкретно, непосредственно, тет-а-тет, чтобы можно было бы во всем разобраться, потому что мнение людей, которые вы сейчас и слышите, пусть и прочитаете, пусть и профессиональное, но ничего не решит для вас. В первую очередь, хочется сказать, что из всех ответов, которые я прочитал, наиболее, наиболее, мне импонирует ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, вот, мне кажется, что его ответ наиболее точен, мне кажется, что он ответил вам наиболее превентивно, превентивно, вот, и, собственно, на мой взгляд, именно к его ответу вам нужно прислушаться для того, чтобы решить свою ситуацию, хотя вы там пишите, что, как бы, ну, в общем, что на самом деле все немножко не так. Давайте разбираться с самого начала. Вы пишите, нет взаимопонимания смущен. Раньше я бы прикладывал много усилий, чтобы его понять, но это бы иногда получалось, иногда нет. Вот понимаете, какая штука? Тут вот, психолог, когда работает с человеком, да, пытается человека понять, клиента, профессиональный психолог, на это уходят годы, при том, что работа ведется условно над тем, чтобы человека понять. А вы говорите, что пытаетесь своего мужа понять. То есть, как бы, намекая на то, что это можно сделать, можно понять другого человека, и более того, вы, условно говоря, это должны. Странно. Но на самом деле, понять другого человека нельзя. До конца. В том смысле, что даже у психолога в этом есть ограниченный инструментарий. можно хорошо понять только себя. Можно хорошо понять только себя. И то, и то, для этого требуется работа. Понять другого человека практически невозможно. полностью. Полностью. До конца. Вы пытаетесь это делать. Вывникает вопрос. А зачем? Зачем вы пытаетесь это делать? Зачем пытаетесь понять человека другого. По идее, когда вы отношения свои начинали, столько, у вас уже в тот момент либо было взаимопонимание, либо не было. и если его не было, либо вы недостаточно хорошо понимаете сами себя. Простите, если вам это неприятно. Сейчас будет. Либо вы с мужем просто друг другу не подходите. Такое тоже бывает. То есть, мне непонятно, зачем вы пытались понять своего мужа насильно, через силу, с помощью воли, да? Преодолевая себя. Если у вас это не получалось, это должно естественно происходить. Это должно естественно работать. Если это естественно не происходит, значит что-то не так. Либо вы не понимаете себя до конца, что-то у вас проблемы. Либо вы с мужем просто друг другу не подходите. Но опять же, тогда непонятно, для чего и почему вы живете вместе, ну, грубо говоря, пять лет. До рождения ребенка. Я имею ввиду. То есть, у вас ребенка четыре с половиной, вы браке, одиннадцать лет. Ну, соответственно, минимум пять лет вы живете без ребенка. Минимум пять лет. Вот. Объясните этот момент себе. Для чего вы прикладывали много усилий, чтобы его почти понять усилий. Это не должно вызывать усилий. Но это для чего-то было нужно вам. Аноним. Дальше. После рождения ребенка я пришел к тому, что не должна брать столько сверхсил на то, чтобы понимать моего мужа. С одной стороны. Опять же. С одной стороны, вы правы. С одной стороны. С одной стороны, вы правы в том, что действительно не нужно тратить столько сил на то, чтобы понимать своего мужа. С одной стороны. С одной стороны, да. Но что делать с тем, что на протяжении пяти лет вы это делали? Что делать с тем, что на протяжении пяти лет вы своего мужа пытались понять? А потом вдруг решили перестать. Не важно по какой причине, но просто решили перестать. Мне вот интересно, вы сказали ему об этом? О том, что перестанете пытаться его понять? Или это просто вот, ну, просто завершилось однажды? Это было бы прям очень интересно узнать, как это у вас происходило. Но муж привык к вашему поведению. Он привык к тому, что вы пытаетесь его понять. Что ему, что ему теперь делать? А самое главное, как объяснить ему, что вы больше не будете его понимать, вам надоело? А что еще важнее, что после этого общего останется у вас, большой вопрос. Ведь людей что-то объединяют. Ну, должно объединять. В людей есть какой-то общий фундамент, что позволяет им взаимодействовать. По идее, вы любите, любите друг друга. По идее. По идее, должны уважать друг друга. но этого не чувствуется по вашему тексту. Значит, что-то пошло не так. Либо вы изначальные отношения выстраивали как-то неверно, либо что-то пошло не так. что именно, я, конечно, не скажу, потому что не знаю. Дальше. К тому же, я отнимала много времени, много энергии, пишите вы, да, то, что вы пытались понять моего мужа. Кстати, что, это очень сложно для вас. В чем вообще была проблема понять вашего мужа? Так, разговоры с ним истощали настолько, что вторую половину дня я просто спала или очень плохо себя чувствовала. Давайте уточним. Это были разговоры или ссоры? Это были просто дискуссии на какие-то темы, или это было что-то еще? В чем сложность? В чем сложность того, чтобы понять по идее любимого человека, любимого мужчину? А самое главное, если вы его не понимали, не понимали, зачем создавали брак? Если вы раньше понимали, потом перестали понимать, что произошло? Как это получилось? Что вы делали? Вы пишите, что разговоры с ним вначале очень сильно, вы спали, очень плохо себя чувствовали, но зачем тогда вы это делали? для чего вы обесценивали себя, для чего вы ставили своего мужа на первое место? А себя нет. то есть, вы были на последнем месте, а муж был на первом. Для вас. Вот у меня вопрос. Зачем? Так. Так. Для чего? Так. Ну, как один из вариантов, это то, что мой коллега написал, Кудрышов Игорь Леонидович, про родителей ваших. Может быть, есть еще другие варианты? Предполагать мне бы не хотелось. У меня было ожирение и сильная неуверенность в себе. Ожирение это, как правило, с одной стороны, недостаток в любви. То есть, вы стремились поглотить больше пищи, потому что через род, как бы, человек стремится получить любовь. Это инстинкт родом из детства. Оральное поведение. Можете почитать. Оральное поведение, оральный тип личности. Как, кстати, вот у вас. У вас. Очень похожий оральный тип личности. Ну, опять же, опять же, в интернете это есть, сейчас об этом говорить не буду. Вот. С другой стороны, это ощущение небезопасности. То есть, вы много ели, чтобы, соответственно, быть более защищенным. То есть, наоборот, вот, грубо говоря, лишний вес, это защита. И вместе с тем, это защита от близости. То есть, имея лишний вес, вы не можете не знать, что иногда некоторых людей это отталкивает. Ну, если вы активно на себя не проявляете, да, то людей это отталкивает. Как правило. И человек инстинктивно делает это только потому, что боится этот самый близость. Вы боитесь близости. Понимаете? Вот. Ну, а близости вы боитесь, потому что у вас нет лишних границ. Тут нет четкого слова нет. Нет четкого слова стоп. Нет четкого понимания, что можно делать по отношению к другому человеку, а что нельзя. вот. Далее. Вопрос к вам. Вы когда мужа своего пытались понять, как вот вы говорите, вы чего-то ожидали, вы на что-то рассчитывали, чего-то хотели. Вы чего-то это делали для чего? Или лучше сказать, наверное, даже не для чего, а для кого. Вы это делали для себя или для него? Пытались понять, в человеке вы для него или для себя? Что по-вашему должно было это принести в ваши отношения? Это очень важный момент. если вы это делали для себя, то можно сказать, что вы реализовывали свои желания, какие-то. И, естественно, остались неудовлетворены. Могу себе представить, насколько сильно неудовлетворены. Кстати, кстати говоря, если вы это делали для него, то, опять же, непонятно, почему перестали. Но я почти уверен, что вы делали это для себя, потому что вы терпели негатив. Ну, то есть вот, что вам было тяжело, что вам было плохо, вот, вы это все терпели. Значит, все это, скорее всего, было для себя. Все это для того, чтобы реализовать какую-то свою потребность в любви, в признании, в одобрении мужа. Как дальше показывает ваш текст. Дальше. Сильно неуверенность в себе. Сильно неуверенность в себе, опять же, подразумевает, что вы ориентируетесь на других людей. Не на себя, на других людей. Сильно неуверенность в себе подразумевает именно это. Что я ориентируюсь на других, а не на себя. И из-за этого я неуверенность в себе. Если бы я ориентировал на себя, на то, что я хочу, на то, что мне нужно, ну, неуверенность в себе не было. С одной стороны, с другой стороны, для обретения уверенности необходимо, чтобы у человека, в данном случае у вас, были реальные результаты его деятельности, то есть реальные результаты того, что он сделает, чтобы он видел, что вот я что-то сделал, и появились какие-то плоды, да, появились какие-то плоды того, что я делаю, того, чем я занимаю, к примеру, вот, а так, так, если у вас никаких вот плодов от вашей деятельности не было, ну, так получается, ситуация весьма-весьма неприятна, то есть опять же это вопрос того, как вы организовываете свою личную активность, свою личную деятельность, и на что она нам направлена, насколько вы реализованы были. Я решил направить силы на самосвершенствование, прошла много курсов, ввел свое дело на новый уровень, хожу в фитнес и правильно питаюсь, а для чего это все? Отношения с мучим ухудшились, ну, как правило, это связано с тем, что, опять же, когда вы пытались его понять, и я так полагаю, что вы находились в роли догоняющего, то есть, вы пытались его понять, смотрели вы на него снизу вверх. Когда вы, значит, достигли каких-то успехов, когда вы добились чего-то, мужчина почувствовал, что вы ушли от него дальше, то есть, вы сейчас находитесь далеко от него, и, скорее всего, его это стало очень сильно напрягать, потому что на фоне вас он стал чувствовать себя, ну, гораздо менее значимым, гораздо менее ценным, гораздо менее мужчиной, то есть, потерял уверенность в себе. И если ваши ссоры начались после того, как вы стали расти и развиваться, то это всего лишь означает, что мужчина, он остался на тем, на том же уровне, я выучусь впервые вперед. Дальше. Так, разговоры о самых простых вещах заканчиваются конфликтом. Понимаете, в конфликте принимают участие оба, и если бы вы не реагировали на конфликт, если бы вы сами в нем не участвовали, конфликта бы не было. Поэтому определите, кто за что ответственен в конфликте, определите свою ответственность даже в конфликте. Определите, как именно вы в конфликте себя ведете, что порождает этот самый конфликт. Какие вы предпринимаете действия, шаги, постушки, какие используете слова, жесты, мимику, пантомимику для того, чтобы конфликт продолжился, а не исчез. Дальше. Если я чего-то не понимаю в разговоре с ним и задаю вопрос, он резко обрывает, начинает телефон листа. С одной стороны, это признак анального типа личности у вашего мужа, с другой стороны, это признак того, что мужчину в той или иной степени ваш вопрос задевает. А то понять, что именно задевает мужчину в вашем вопросе. Совершенно очевидно, что задевает его не формальный вопрос, то есть не форма вопроса, и не то, что звучит в самом вопросе, а тот невысказанный посыл, который вы вкладываете в этот самый вопрос. А что опять же говорит мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович. Я стою рядом и повторяю вопрос. Это, конечно, меня, надо сказать, несколько улыбнуло, потому что непонятно, зачем вы повторяете вопрос. Видите, что человек не хочет на него отвечать, вот, совершенно точно уверены в том, что он слышал вас, но если он не хочет, значит не хочет, зачем настаиваться. Вот, то есть опять же, да, для чего вы это делаете? Он не отвечает. Потом происходит конфликт, потому что я задаю еще больше вопросов, что случилось, почему-то не отвечает. А для чего вы это делаете, Аноним? Вот именно поэтому возникает конфликт, потому что вы начинаете на человека давить, вы начинаете выводить его на эмоции, что вы чувствуете, что вам хочется, может быть, вы чего-то боитесь. Это то самое, о чем пишет мой коллега Кудрячев Игорь Леонид Леонид Леонид. Извините, что я так сейчас его повторяю, но действительно, вот человек ответил и как бы не добавит, не отняет. Дальше. Его поведение по-прежнему остается мне непонятным. А что именно? И самое главное, для чего вам его понимать, это поведение? Как меняется ваше восприятие себя от того, насколько вы понимаете, например, другого? Если меняется, то с этим нужно работать, тебе такого быть не должно. В итоге это заканчивается моими слезами и расстройствами, то есть попыткой привлечь, опять же, внимание своего мужа, чтобы он вас пожалел. То есть такое впечатление, что вы здесь сами ведете себя к тому, чтобы получить повод расплакаться и простраиваться. Зачем? Какая вам выгода в этом? Дальше. Потому что он начинает нести бред. Ты в разговоре меня задела и обидела. Бред, потому этот разговор был, допустим, такой. Вне зависимости от того, почему бред, вы обесцениваете то, что говорит муж. Вы обесцениваете и относитесь к этому с пренебрежительной оценкой. Это недопустимо. Если муж что-то говорит, значит, для него важно, как вы хотите понять человека, если вы называете его слова бредом. Невозможно понять того, слова которого вы называете бредом. Вот. Если вы действительно хотите его понять, ну пусть и не прикладывая столько сил, то просто для начала перестанете считать его слова бредом и начните воспринимать их серьезно. Вот что бы вы сделали, если бы вы восприняли его серьезно. Дальше. Я купил дочке новую обувь и себе пару. Хочешь посмотреть? Да. Да. Я ему показываю, жду похвалы, комплименты, восхищения. Вот. Вот ключевой момент. Вы ждете похвалы, комплименты, восхищения. Зачем? Почему сразу не сказать, что вы хотите комплименты, похвалы, восхищения? Почему откровенно об этом мужу не заявить? Зачем нужны вот эти вот игры? Игры. Мужчина существо достаточно простое. Мужчина существо, которое мыслит логически. Я бы сказал. И логически мыслящее существо, оно воспринимает формально то, что вы говорите. Знаете, какая штука? То есть мужчина не может знать о том, что вы хотите похвалы. Не может знать. А вы, в свою очередь, не удовлетворены. Потому что прикладываете ответственность на него за то, что он не дал вам похвалы, комплименты, восхищения. Угадай, за сколько? Он называет цифрой. Я говорю, нет, вот за столько. Дешево я купил за скидки и при покупке 2-3 подарок, причем очень качественный, подходящий по цвету ко всем комплектам дочери. Он делает большие глаза и осуждающие на меня смотрят, растягивая слова. То есть, наш наш мужчина видит для себя в этом определенную угрозу. Он видит для себя угрозу в том, что вы ему говорите, возможно, вы его как-то ущемляете, возможно, он чувствует себя уязвленным. То есть, иными словами, вы пытаетесь похвалиться, вы пытаетесь заслужить его похвалу, а человек воспринимает это как то, что вы пытаетесь его принизить. И это, на самом деле, отчасти, по крайней мере, так и есть. Потому что вы говорите, что, ну, что он купил там дешевую у знакомого и так далее. То есть, вы обесцениваете то, что он делает. Для чего? Чтобы чувствовать себя уверенно. Дальше. Я испытываю испуг и замечательство. Это совершенно очевидная детская реакция. Страх, ну, не знаю, страх, может быть, недовольство какого-то, да? Страх осуждения, отказа, неодобрения. Вот. Это все прибыль неуверенности в себе. Дальше. Потом спрашиваю, пребывая в шоке, а за сколько ты купил последние две пары, чтобы сравнить и понять, насколько объективно его осуждение моего поступка, подразумевая обувь для дочери, которой он купил плохого качества, от которой читали, отвалились через неделю, и дочь последние два месяца из-за этого необрядно. Это, по сути, обвинение произошло. По сути, вы ему же своего обвинили. Извините, я немного повторяю слова коллеги Кудряшова, но, тем не менее, вы его обвинили. Вы обвинили, по сути, своего мужа в том, что, дескать, он меньше сделает для дочери, и вы считаете, что понятно, насколько объективна его осужденная поступка. Не может быть объективная осужденная поступка. Не может быть вообще оценка объективна, навсегда субъективна. И правда в том, что любую субъективную оценку нужно принять и извлечь, извлечь из нее для себя пользу. Вот и все. Вы же начинаете пытаться что-то доказывать и обвинять мужа. А муж, в силу того, что он, ну, предварительно пока, да, анальный тип, вот, и его это обижает, и он тут же замыкается в себе. Все, занавес. Он схватил телефон и начал читать ленту в соцсетях. Ну, то есть, понятно, вы его обидели. Вы, я, я спросил еще раз, ответы так и не досталось. Начало задавать еще больше вопросов, предопределять претензии, что он странно себя ведет, что бросает договор на полусловие, что я его не понимаю. То есть, по сути, ведет себя, ведет себя как, как ребенок. Ведет себя как ребенок, обвиняется и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, здесь, как бы, ребенок такой, ребенок-родитель, ребенок-родитель, здесь у вас позиция. И вот, по сути, так и происходит разговор. Это не разговор двух взрослых. Вот он смотрит, да, на вас обсуждающих. И, соответственно, вы, как бы, ну, спрашиваете его, значит, хорошо, а почему ты, ну, почему ты меня обсуждаешь? Что конкретно тебе не нравится? Как бы. То есть, вы задаете вопрос человеку. Именно такой, а вы задаете вопрос в контексте обвинения его. Вот. Понимаете, какая история? Что является вашим, вашим, здесь деструктивным поведением? В итоге, пишите вы, у меня не, у меня испортилось настроение, много дел, вот даже в этот день не получилось сделать. Где в этом разговоре я его задел и обидел? Я, на этот вопрос я вам ответил, но выгоду, которую вы получили, это, это, это не делать дела. Вполне возможно, что вы не хотели эти дела делать. Вполне возможно, что вам они не интересны и вы искали повод для того, чтобы их не делать. Понимаете? Какая история. То есть, вы обратите внимание именно на это, на выгоду, на выгоду, которую вы получаете, значит, от своих действий. Конечная выгода. Вот. И большой надежды сборчивается настроение, опять же, да? Ээээ... Если у вас, эээээ... Как бы, как бы, всё хорошо, то настроение ваше, ээээ... Не зависит от, ээээ, поведения другого человека. Понимаете? Какая история. Вот этой нужно, в первую очередь, исследовать. Дальше, я не могу понять, в чем моя постоянная вина перед ним, в которой я чувствую. Вина ваша перед ним постоянно, это родом из детства. Возможно, вы считаете, что должны постоянно заслуживать его одобрение и похвалу, и когда вы этого не получаете, у вас возникает чувство вины, что вы какая-то нездакая, что вы нехорошая, что с вами что-то нездакая. Это родом из детства, родители вели себя с вами, наверное, так же. От этого можно освободиться, точнее, это можно раскрыть, ибо вина имеет под собой и позитивные моменты. Дальше, я обижаюсь на него целый день, что считаете вы. А, ну вот, понимаете, да, что есть какое-то, что вот сила нужна, я не знаю, нужны ресурсы, чтобы обижаться на человека в целый день, вас это очень сильно задевает, но что задевает, вы не знаете, вы в этом не разбираетесь, и плюс вы перекладываете ответственность за то, что вы обиделись на него. Он приходит с работы, я его ставлю в изветность, что я на него обиженный, что злюсь. Ну, опять же, да, то есть сразу претензии, как бы, по сути, это детское поведение, вы ведете себя как ребенок. В ответ он начинает говорить, что ничего не спрашивая, вот, да, у вас есть потребность во внимании. То есть вы хотите, чтобы вас спрашивают, вы хотите, чтобы, ну, как бы, вас уважали, да, вы хотите, чтобы вас ценили. Ну, так, а что вы делаете для того, чтобы к вам относились более серьезным? Значит, вспоминать слух разговор, который был, искажают в нем детали, фантазируют и приточивают с их мылкой. Я вообще не знаю, зачем ты начинаешь этот разговор, я просто желаю, но не собирался с тобой общаться, я не понимаю, для чего ты его завела. И вот, с точки зрения мужчины, это, скорее всего, правда. Он просто оборвул, что вы просто решили, там, ему рассказать о том, что вы купили и так далее. Ну, раз еще вы поделитесь, он имеет право делать оценку, он не знал, как правильно, как правильно сказал коллега, он не знал, что вы хотите похвалы и так далее. Заметьте, обида, обида, есть ожидания, вы ожидали похвалы, вы ее не получили, не получили, вас это задело, все вам плохо. Вот так, обратите внимание на себя, почему вы ждете похвалы, на чем базируются ваши ожидания, чего вы хотите, что вам нужно, ему не будет ли вам эта мучь, эта мучь дать. Дальше, я просто так, еще ладно, но я не понимаю. Второй вариант, когда он спрашивает, на что я обиделась, после этого выдает примерно одно и то же. Я согласен, что тебе послушать, я даже комментировал, я сделал тебе комплимент, но тебе почему-то не понравилось, я не знаю почему. И все так. Вы свои желания, которые касаются только вас, и свои противоречия, которые есть у вас, пытаетесь компенсировать за счет мужа. А это не работает. В обоих из случаях я чувствовал вину и упадок сил. Ну, то есть посреди обвинения. Вот обвинения нужно разобрать, чувство вины нужно разобрать. Это родом из детства, это внутреннее осуждение, это ваши внутренние родители. Меня как будто облили грязью. Нет, это вы, это вы так воспринимаете это, хотя реакция абсолютно нормальная. А вот почему вы воспринимаете это как обличие грязью, это большой вопрос. Я не знаю, почему я все время виноват в исходе разговора, потому что вы не говорите о том, что есть, вы не искренне смутен. Возможно, и он не искренне, но здесь вы находитесь в более проигрышной для себя ситуации. Как общаться с ним, чтобы не чувствовать вину? Говорить все как есть, говорить о том, что вы хотите сразу заявлять о своих желаниях, а не играть в игры. Вот и все. Вот точно, я не чувствую вины перед мужем. До последствия разговора, когда я говорю все облично на него, он возлагает ответственность 100% на меня. Слушайте, а как так, я не чувствую вины перед мужем? А перед тем вы тогда чувствуете вину, если у вас в дополнение написано, что вы чувствуете вину. И в конце вопроса. Могу понять, что моя постоянная вина перед ним, которую я чувствую. То есть, как противоречие здесь получается. Вы чувствуете постоянную вину перед ним, а где-то чувствуете, что я не чувствую вины в целом перед мужем. Вот. Вы пишите за последствия разговора, когда я говорю, что обидится на него, он возлагает 100% ответственность на меня, приводит аргументы, в которых он хороший, а виноватый я в том, что разговор непроудимчивный, но не пьет никому из нас радост. Так, так, одно дело он вас обвиняет, а другое дело вы чувствуете вину. Вот вы и чувствуете вину перед ним. За это. Да, в целом, может быть, нет. Но еще не известно откуда взялась ваша вина. Это первое. Второе. А это по сути не важно. Может быть именно в этот момент, в момент конфликта вы и живёте, может быть именно в этот момент, в момент конфликта вы и раскрываете друг перед другом. Так что ещё не факт, что вы не чувствуете в целом вину перед мужем, особенно если учесть, что вы ведёте себя с ним как с родителем. И если родители вас обвиняли, если вы с родителями чувствовали себя виноватой, это скорее всего так и есть, просто чувство вины вы у кого-то научились, то перед мудем именно в целом вы виноваты. Пока что, пока вы воспринимаете его так. Если вы будете воспринимать его по-другому, ситуация может быть изменится, но пока так. Ну, в принципе, я думаю, что... А, я не понимаю, почему я все время виноват в исходе разговора. Спрашиваете вы, это вы себя чувствуете виноват, это вы себя обвиняете. Он, может быть, может обвинять вас как угодно, а вы себя обвиняете. И чувствуете это, потому что кто-то в вашей жизни, кто-то более значимый, чем муж, вас обвинял. Точно так. И вы привыкли засчитывать это именно на свой счет, а не на счет человека, который это делает. Ну вот. Вот и все. Это все. Вы говорите на непонятном языке. Для мужа это первое. Второе. Ну, у вас явно противоречивые силы борются внутри. В-третьих, муж ваш, он, как и любой анальный тип, достаточно закрытый человек, скупные эмоции, и, соответственно, ему практически невозможно признать свои ошибки. Вы, как более активный оральный тип, соответственно, возможно, голодаете по вниманию, то есть вам не хватает его внимания. И испытывая нехватку его внимания, вы подсознательно выводите его на скандал, чтобы получить от него хоть что-то. И испытывая вину, вы живете в этот момент. А без этого, ну, наверное, вам вообще тяжело. У меня такое ощущение, что вы, ну, не чувствуете друг друга. Вообще, вообще непонятно, непонятно, зачем вы вместе, и что вас объединяет, и как вообще друг к другу относитесь. Любите ли вы его, любит ли он вас, как бы, как ребёнок вообще относится к тому, что вы вот обижаетесь у него целый день. Да, потом определяет ему процент. А ребёнка вы думаете в этом момент? Как бы, как ребёнку тяжело. То есть, вы безответственны здесь. Ответственность на себя за то, что обвиняете свои, вы не берёте. Вместо этого вы берёте ответственность за мужа, который обвиняет вас. И в итоге получается непромечество. Потому что муж может ещё раз говорить всё, что угодно. Он может обвинять вас в чём угодно. Это его правило. Вот ему это нужно. Так же, как вам нужны эти обиды, чтобы не делать, не делать дела. Эээ, многие. Вот. Дело не в этом. Дело именно в том, чтобы вы сами понимали, на что я обиделась, чего я хочу. И это чисто моя проблема. Муж здесь не при чём. Вот и всё. Так что, я думаю, что раскрывать ваши чувства, раскрывать ваши желания, открыто заявлять их мужу. Вот. Выражать свои чувства. Это вот первостепенная задача, над которой вам нужно работать. И тогда, я уверен, ситуация изменится. Эээ, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Здравствуйте. Спасибо. Продолжение следует...